хоба всем здарова с вами как всегда ваш дорогой браток и мы с тобой продолжаем играть во второй ведьмак всеми желаю приятного просмотра приятного аппетита друзья не забывайте ставить лайк подписываться на канал а мы с тобою продолжаем и остановились мы с тобой на то что на том так проклятие крови в общем ребят все как всегда все отлично замечательно классик ребята классное братство да здравствует ребят давайте наревайте что-нибудь вкусненькое за вас я хлопну ну и конечно же берите что-нибудь покушать хлопать не надо значит надо нам поговорить вдохновенным а сабрине гливесик а мы с тобой вообще молодцы мы здесь попроходили много что дополнительный квас уже точно выполнили теперь нужно в общем к этому дуть мужичку ну к тому лысому мы уже к нему на самом деле гоняли вот но он нам толком ничего не сказал потому что вот не было темы о чем поговорить а теперь вот есть сейчас будем его прессовать типа кем он был вообще так стоим а как нам тут пройти я же помню что здесь серьезно здесь нельзя пройти серьезно я всю жизнь думал что что здесь можно было проходить оказывается вот оно как но это знаешь это вот например ты смотришь фильм второй раз и ты замечаешь столько мелких деталей которых раньше не замечал и это круто вот тут ну тоже самое да ребят так береги кей ну по факту я где-то прохожу наверное четвертый раз ведьмак 2 3 так точно все друзья нам идти надо вон туда блин как же это все красиво друзья не тронутая природа сейчас бен все вырубают блин строят везде не за страны экология блин на такие темы уже начали мы с тобой разговаривать конечно так да попа попа пацаны вы серьезно на пути к вдохновленному да что ты будешь делать так они взрываются так что надо быть аккуратным опа отходим мужички спасибо тебе за помощь ведьмак если б не ты нам бы пришлось туго гнильцы плодятся как кролики мы шли к вдохновенному хотели ему денег на свечки отнести но лучше я сдохну чем сделаю еще хоть пол шага если ты к нему идешь передай ему вот эти деньги или вовсе не передавай или вовсе не передавай встретиться так погоди а сколько мы с тобой оренов то получили две пятьсот девяносто сколько вы там дали ребятки я вот не знаю когда мне деньги постоянно дают я не вижу сколько дают имеет и бесит так ребятки f5 игра сохранена в общем нам нужно идти сейчас мы с тобой посмотрим а пропустили пропустили мы с тобой странно потому что гнильцов по идее мы уже истребили трупы сожгли чё за фигня происходит я не понимаю ну-ка дайте посмотрю ну да там нет уже трупов какого хрена они вообще появляются маленький вот такая вот ошибочка ляп потому что они не должны были появляться так где мужичок куда он там пошел а вон он так я ждал их я знаю что они шли ко мне с дарами я слышал крики видно на них напали раз сюда не дошли значит их нет среди живых репертур до друзья озвучка так они живы вот твои деньги давай с ним по-хорошему они живы но испугались чудища вернулись в лагерь просили передать тебе деньги на свечи здесь только половин за такие деньги я могу только фитиль скрутить скажи что тебе здесь нужно я не верю что ты здесь случайно ты прав у меня есть масса вопросов только вот мало кто готов на них отвечать прежде всего меня интересует история сабрины гливисик послушай пока я не верну своих денег я не буду с тобой ни о чем разговаривать бескорыстно я помогаю только своим последователям будь ты одним из них был бы другой разговор так смотри у нас два варианта либо мы заплатим бабосик и он сразу расскажет либо мы станем станем верным последователем но там нужно будет обряд пройти так сказать и это же интереснее ребят конечно же мы услышала тебе много хорошего и с удовольствием стану твоим последователем я рад этому тогда слушай ибо я не стану повторять дважды если твои намерения чисты ты сделаешь то что я тебе скажу каждый обращенный должен пройти испытание ты проведешь ночь в медитации у старой часовни над зеницами сабрины где это два одинаковых озера которые я назвал в ее честь и все прежде чем начать медитацию ты примешь зелье который я тебе дам запомни все что тебе привидится а на утро обо всем мне расскажешь это очень важно хорошо я вернусь когда буду готов так ну как то так ну давай смотреть вообще где это все а вон там вот ну ладно окей как свечки кстати отгоняют гарпий я вообще не понимаю действительно потому что не как-то воняю тем-то блин непонятным ну потому что у него по-моему никакой силы нет вдохновенный вдохновенный вдохновенному вдохновенный язык сломаешь блин а совсем уже разучился ребят говорить короче что надо сделать вечером отправиться окей вернуться на закате ну мы что делаем мы конечно же нажимаем сюда ожидание и вот закат чуть-чуть мы с тобой ждем не закат чуть-чуть не хватило блин да что же ты будешь делать да так пошло и смотри выпить эликсир нам нужно так токсичность 50 время действия 5 восстановление здоровья в основной здоровье в бою неплохо как ты понимаешь после такой настойки то надо подраться ну что хлопнули там 150 грамм и в бой как говорится все интересно да про пуча ладья для этого но достаем нож нож меч твою дивизию курить курочка что это за не очень приличные как бы вот штуки такие грибы до типа или шо лян тут текстурка конечно да суперская ну не знаю что это ли кому-то об этом рассказывать окей мы здесь заснули замечательно что это вообще может быть ну реально так а вот это что такое прям нам показали как будто тропинку но нет или погоди может как-то можно здесь пройти просто как-то вот это вот не просто так знаешь нам показали не просто так там наверно ракурс был на том что мы вон там вот спим храпим они на дорожке но просто как-то мне показалось ладненько ну разные сны могут присниться например мне снилось что я заперт в арбузе я его выедаю пытаюсь выбраться и в итоге просыпаюсь весь потуле и ё-моё что вообще происходит напишите какой вам самый наркоманский блин сон снился но это капец какой-то серьезно эти статуи это чуть это что-то ведьмак о чем ты думаешь нафиг я про арбузы тоже не думал ну дядьку греются у костра ой лысенькая что в чем дело так вот был я там я выполнил задание говори что ты видел так я видел волшебный лес и большой курицу можешь считать меня психом но мне привиделось что я был в лесу деревья напоминали огромные грибы что не совсем грибы гигантская курица и клевала жуков ты не представляешь как я рад это слышать уже несколько недель меня преследует видение курицы в грибном лесу я думал что сошел с ума но похоже это моя трава испортилась надо будет сходить набрать свежий но это уже мои заботы спрашивай о чем хочешь ты наверняка многое знаешь об обстоятельствах смерти сабрины гливисик сабрина мученица покинула мир живых чтобы заботиться обо всех нас ты слышала проклятие которое сабрина наложила на короля а проклятие конечно заслуженная кара белое слово изреченная карминными устами король уготовил чародейки жестокую участь муку пламени и унижения прибитая к колесу приговоренная она испытала такую боль от огня которую обычный человек никак вообразить не сумеет когда пламя охватило ее стан из груди ее раздались не стоны боли но слова пророчащие скорый конец короля хенсельта пусть небосклон пронзит падающая звезда отмечая смертельный путь кровавым хвостом пусть глупцов прельстит рыбья чешуя заключенная в квадраты блестящего золота пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары и таковы были ее страдания что милосердный солдат сократил муки и и пронзив копьем изболевшиеся сердце ее офигеть так а вот насчет копья есть какой-нибудь шанс найти твою копье это было так давно ведьмак если я правильно помню после меня она досталась другому солдату мародеру он по сей день возле корчмы в лагере торгует реликвиями светлые госпожи я знаю о ком ты говоришь серьезно откуда эти свечи чем отличается сабрина от других магов сожженных на кострах другие были сильны при жизни ее же сила расцвела когда смерть протянула к ней свои руки она в милости своей окружила опекой солдата который сократил ее страдания больше ему не приходилось бояться выходя в ночь ты видел эти земли всюду полно страшил и чудовищ ягон милосердный солдат ступал с того времени в блеске ее силы и ни одно существо порожденное тьмой не могло подойти к нему хотя бы на шаг ягон так что еще за так и гуна и ягон где-то здесь ягон мертв он не был достоин идти путем лучезарной слабой госпожи милость сабрина имеет свои пределы ты не понимаешь о чем говоришь ведьмак скажи мне еще раз что ты знаешь о сабрине что именно ты хочешь знать проще так забрать копье у продавца ли реликвий хорошо все понятненько ребята фигеть копье оказывается у него было ну хорошо мы его так сказать сейчас просто на шантаж возьмем потому что он гвоздиками не теми так сказать банчат совсем не теми поэтому мы его спокойно чем прижучим ребята просто спокойненько но царевать что и такое макер воин а ну накер и нормально огнельцы дядь если они до сих пор спавнится я офигею хочу просто здесь пройти вот сожженные тела не это накер и нормально пацаны тут продумано просто я не знаю разработчики наверное думали что мы нафиг дополнительные квесты и не будем проходить вот сушим тут ищет а что он тут ищет мне интересно вот каждый грёбаный раз ну вчера же видел нельзя спросить вообще возможно то что это какой-нибудь вырезанный квест то есть разработчики фразу и персонажи не решили вырезать тип ну просто для вида а по факту может это когда-то было бы квестом встретим ведь макеток точно есть именно не до конца сделанные квесты то есть не как бы там отмечаются но святые реликвии всяческие блага богатый выбор отличные цены пожалуйста да копье гони дядя я знаю что у тебя есть копье которым яган пробил сердце сабрины это он тебе сказал вот тебе раз а я то думал что чудак все было и грехи позабыл мне нужно это копье тебе не повезло ведьмак последний раз я видал его пару лет назад что с ним стало ты смотри какое совпадение тебе нужны сведения а мне деньги может мы того сговоримся сколько мое знание станет твоим когда твои арены станут моими давай пол кошеля чё охренел что ли расскажи о копье так давай дядя мы еще кстати опыт по моему с этого получаем а вообще дела у меня идут ладно видишь ли когда яган спятил на почве сабрины я выкупил копье трактирщика баран запил и заложил его на постоялом дворе яган уже тогда ошивался где-то в холмах куда и заходить то страшно иные его сейчас вдохновенным зовут а по мне так он просто спятил я понятия не имею почему бестия его не трогают только вот один рыбак у которого я привят беру говорил что некоторые чудища терпеть не могут запаха рыбьего жира а яган делает из него свечки я же говорил стыдно признаться но я проиграл его в кости а жаль потому что сегодня получил бы за него неплохую сумму копье у меня выиграл солдат который потом дрался в лесах долины понтера с белками он мне говорил что пробил этим копьем какого-то скотаельского заправил говорит мол древко треснула как на гребаном турнире а интереснее всего то что этот заправила все еще жив я слыхал что он теперь среди этой айдирнской швали крутится тоже мне великий полководец эти ельфы сентиментальный народец кто знает может наконечники сейчас у него йоррит ты о нем знаешь и тебе расскажу за 100 аренов и чё блин делать не йоррит жив йоррит жив ребята вот что самое интересное но нам нужно теперь как-то пересечь эту границу а чтобы пересечь ребят сейчас я посмотрю интерес чем скажет с ведьмака я должен пройти через углу иначе заклятья не снимешь я дам тебе белый флаг ты будешь нашим послом поскольку эта девка помешана на части она примет тебя накормит а если немного повезет может и и трахнуть сумеешь ты болен дед мальт говорят она совсем не дурна или деревенские бабенки не по тебе не твое дело на случай если эльфы не разбирается посольских знаках наденет и доспех его королевское величество дарует его тебе с благословением королевская забота о человеке от которого зависит королевская жизнь поистине безграничная вот мое последнее творение она укажет тебе дорогу во мгле и даст кое-какую защиту от призраков спасибо так а насчет магический нужна волшебная пыль чтобы начертить руны а знаешь ли ты что для создания волшебной пыли нужно истолченные смола мир и знаю и ты наверное знаешь сколько она стоит скажи хенсель то чтобы он тебе заплатил в конце концов это для него я буду проводить экзорцизм снимать проклятие и отводить чары так бы сразу и сказал получи сколько нужно благодарю от имени короля у меня есть еще кое-что что может тебе пригодиться да ты спрашивал про охранные руны возьми этот гримуар здесь есть все даже знаки от воров я оставил в тексте некоторые пометки спасибо так ну это хорошо слушай здоров магический новый уровень вы перегружены так понятненько книга вещь для задания опа фига вещь для задания магический порошок и вот у нас флаг еще ну-ка доспехи сейчас мы ставим блин они не такие прям ну 141 стоют смотри-ка о ну погоди нет нет это надо взять ребята мы же сейчас просто улучшим их и все давай давай а с этим предметом нельзя так сделать ну хорошо броня плюс один короче у нас плюс 20 ну получше стало так а насчет вот этого всего смысл вещь для задания ну как ну вот как то так блин у нас вес 290 ребят надо что-то опять идти и ложить наш так не пойдет дело но мы сейчас положим как раз там есть сундучок такой хороший опа рад тебя видеть старый хрен что-то у тебя рожа не веселая золтан курва хуже грустного краснолюда только очень грустный краснолет у тебя часом водки нет да у тебя все хуже чем я думал чувствую себя как мартышка в клетке это охеревшая толпа ведет себя так будто в жизни краснолюда не видал хочешь сменить обстановку пойдем со мной я собираюсь в верген ты так говоришь будто идешь в бордель за углом ты что забыл о призраках у меня конечно амнезия но о призраках я помню только и слышу нелюдь карлик хватит с меня там мои братья краснолюды издается мне саски будет получше хенсельта ты и правда поможешь мне туда добраться ясное дело знаешь геральт я думаю что там мое место я понимаю идем как мы через туман то пойдем я-то думал это верная смерть дед мальт дал мне оберег и его лучше сразу выкинь я бы пальцем не тронул ничего из того что лапал этот хрен у меня был выбор идти с амулетом или без я выбрал первое ну ладно это ж ты у нас знаток по части колдовского дерьма да уж поверь и держись поближе а мне что лучше с умным помереть чем с дураками жить до сраной смерти я пойду с тобой так короче вот так вот да друзья блин жалко он от нас сейчас это просто уйдет хотя так ним сады в третьей главе мы с тобой его не увидим там вот лютик по моему будет третьей главе но тут точно не помню так за наконечником копья вот что нам нужно ребята сейчас единственное только мы сложим в сундук настоящего выпью а то в лагере к едве на всех лещут собачью мочу после 3 спасибо геральт а это то пропал мужичок вот че он вдруг пропал может реально там квест какой-то но я говорю я все все осмотрел то что нет больше дополнительных так смотри алмазная пыль мы ее 4 килограмма да так дать на хранение в третьей главе там можно будет забрать ну что то оставим ребят так дротва железная руда садри сколько просто она весит прям килограммы кожа тоже кусок дерева тоже он заберем так ну и у нас 197 я думаю 100 килограмм то мне нормально будет так теперь ребятки нам нужно идти сюда до переправа будет тяжелый если честно мы уже с тобой туда ходили и мы даже чуть ли не к этим заходили без амулетов без этого всего так но амулет работает вроде бы до лет вроде работает сейчас нам надо вот так вот идти за нами конечно призраки ну чего главное что с арбалетом у нас не стреляют это важно блин ну что ж ты очень очень хороший меч как же он мне нравится все давай побыстрее потому что тут они будут до бесконечности спавнится крена себе слава ребятушки заряжайте наши пушки охренеть ну если честно мы заколебали ребята слишком много вас ой красивая смерть золото пойдем иначе мы сейчас вечно будем этой фигней страдать вот тут уже появилась вот это вот . переправы отлично ребята больше никогда долбаная мгла мать ее за ногу зато сможешь до конца жизни рассказывать что видел призрачный туман изнутри я лучше раз баб за раз стоять это ошибка ошибка интересно не знаю заметили вы или нет но у нас здесь война воины выигрывают убивая врагов я где-то ошибся ведьмах назначен послом мы идем к соски он не слишком похож на обычного пасла не знаю заметили вы или нет но мы прошли через эту хиротинь в которой обычный посол хватит верген мы вас не пустим но можете передать все что хотите начальнику стражи он сидит у городских ворот эльфы что с них взять пойдем геральт даже так и то мы договорились офигеть как бы они да наши враги ладненько пойдем ввергин ввергин нас они не хотят пускать а я тут блин губу раскатал что мы там с тобой серебряную руду купим закупимся у них ой какое же это место шикарное ребята вот вы смотрите сейчас и думаете то что блин ну круто шикарно все но по факту вот если бы мы сторону йорви то взяли бы ох ребят она даже круче поверьте мне вот я я правда вам говорю мне она больше нравится чем у людей там все так прошу прощения что-то немножечко я прихворал вот золото ну тут вот нас ждет да вроде впускают нормально здорово мужичок оставь меня в покое ущипни меня бурдон не то я должно быть задремал это ж геральт из риви и золтан хивай может это обманка или призраки с поля битвы заплутали может тронем их об ушком для верности подделать морду ведьмака аромат пивного перегара от бороды золтана не родился еще чародей способный на такие иллюзии чтоб меня в шаме обсыпало как же я рад видеть твою паскудную харю а этот молодец скалин бурдон геральт ты чё стоишь будто лопату проглотил не обнимешь старого друга здравствуй трис много тебе рассказывала малышка меригольд как она говорю тебе скалин этот ведьмак воплощение рыцарских добродетелей все сельдкирки на этом свете с ним рядом не стояли а знаешь почему не но чувствую мы сейчас узнаем я рыцарь скорее уж золтан балерина нет вы послушайте охраняли бы раз обоз для каидвенского войска где-то в лесах шайроведа вот-вот я тогда на хенцель то работал ну да неважно ведьмак тогда путешествовал вместе с трис и цири на юг девчонка была сущий дьявол а чародейка прихворнула паскудная болезнь к тебе прицепилась так что она в кусты каждые пять минут летала в жизни ничего подобного не видал а я не одну кучу сделал уж поверьте раз сожрал несвежего хомяка ты значит собирался про рыцарей ну я и говорю так вот ведьмак носился с ней в эти кусты заботился лечил мыл нормальное дело что мужик о своей бабе заботиться так что ты со своими рыцарскими добродетелями не перегибай а трис не была ни баба его ни женой не любовницей а просто больной девицей а вот у него была своя тайная миссия так что он мог ее в городе оставить и уйти по тихому но не стал вот как он обо всех заботиться молодой ты еще скалин потому и не знаешь что быть рыцарем это не только железякой махать до турнира выигрывать ну ты и брешешь зигрин твоих по их мне только не хватал интересно эта история я еще не слышал а вообще как сейчас дела у маленькой меригольд да не очень ее похитил убийца королей вот сука хреново то как а вы ведь здесь не случайно верно мы у нее серьезно яд я реально такого еще не слышал ребята я должен увидеться с саски это зачем еще мне нужно несколько магических побрякушек чтобы избавиться от призрачной мглы а причем здесь саски одна из этих побрякушек ее меч а мне-то что делать юр вид и саски запретили пускать город чужих а мои старые друзья хотят войти и так нехорошо и это плохо это можно обойти обойти можно коровью лепешку на лугу да и ту не всегда я остаюсь с вами ярко хочу к вам присоединиться примешь меня в краснолюдское ополчение приму ли я тебя хивай приму ли я сука тебя парень да я тебя командиром над новобранцами поставлю так значит одно дело из головы долой скалин ты свидетель золото нам уже не чужой ага так тогда представлю тебя саски а ты уж сам с ней про месяц говоришься или что там тебе было нужно так что мече геральт у тебя пускай голова не болит я достигну вершин красноречия буду хитрым как лис и нежным как девичьи сиськи но меч тебе раздобуду да хоть бы мне бороду сбрить пришлось ну вот и все дела видишь скалин обещалась трагедия а вышла прям кометь эх молодежь пошла без сердца без надежды ты хоть представляешь чего мы золотоном под бренны навидались теперь для нас ничего невозможного нет так приятно было с вами поговорить пора действовать такая жизнь ну что открывайте ворота я пошел за мечом стойка если даже каким-то чудом тебе удастся раздобыть этот чудесный меч через главный ворота его не тащи не то белки увидят и что ты предлагаешь есть один проход я его ведьмаку на карте нарисую а тебе сам покажу пойдет пойдет а я за это время разберусь со знаменем вот и сговорились понеслась так но если честно я так то есть понимаешь дальше нам лучше ходить не стоит я я кашу правда не знаю вы может как бы тут вот еще один путешественник а откуда молчи я угадаю истемерие я только хотела сказать и что привело тебя в верген подожди я сама скажу по делам я так и думала а по профессии ты ведьмак ну и ну не часто к нам забредают ведьмаки а а что это вообще за ремесло мы решаем проблемы ух ты у меня как раз проблема с моим парнем и нашла его внутренности намотанными на забор а голова лежала отдельно от тела ведьмаки решают только такие проблемы капец а шикарно шикарно посмотри что она продает просто отлично похавать можно как ты видишь они туда нас не пропустят ни в коем случае да и поговорить то даже и нельзя с некоторыми отлично просто великолепно они в харкают нас плюются замечательно просто ладно понятно что так нам не ничего не сделать значит так наконечник копья меч и знамя бурой коруги старый счет убийца королей символ веры символ смерти потому друзья встретиться в секретном туннеле который ввел в город а вот смотри вроде вот так вот символ смерти символ веры символ ненависти вот ну давай туда наверное сразу и пойдем переходах подвергином символ ненависти так а как нам туда попасть теперь такой интересный вопросик так этим я не трогают это хорошо да вроде можно мне пройти нет а стоп погоди то есть как-то там надо будет не знаю мне почему то вот именно за краснолюдов прикольно они так и ругается смешно блин всякую такую фигню порят это это забавно послушаешь их смешно а на стороне людей как-то вот даже противно иногда бывает ребят ну правда ну что такое так там где-то здесь что-то надо будет сделать сатрика домик какой-то я похоже понял кто тут будет дополнительный квест еще один есть но по идее он кстати мужичок ты говорил о какой-то работе вот именно задача специально для тебя я знаю одного коллекционера венгерберге он хорошо платит за разные диковины связаны с чудовищами яд краба пауков сердца накеров это легко перья гарпий понятно и почему именно перья никогда не спрашивал есть такой заказ вот и все возьмешься сколько я за получу давай договоримся так ты принесешь мне несколько добрых перьев на пробу я тебе заплачу и если мы оба останемся довольны то дальше будем смотреть по обстоятельствам добре то есть нескольких перьев ему не хватит на самом деле нужно больше так скорее всего да так что я не могу ничего обещать у меня есть дела поважнее короче 12 перьев надо и смотри где он живет это прям но у него сатри курочки есть офигеть у нее есть куры которые типа не выходят на самом деле могут спокойно перепрыгнуть как бы но типа не выходят окей умного сделано умном ну ладно ну да она сожженная смотри вообще копеек твоим услугам ёпара сытая чувак что у тебя нахрен здесь такое блин блевотня какая-то зеленая притом до хрена блевать нет что за что происходит вообще кровать у него есть печка есть куриц жарит капец да мужичок а я помню перья ты ему нужны да ребят короче столько уродил о это какая-то крутая жарпия так ну и вот все сейчас чисто подбирай перьи да и все две даже вот хорошо там вот еще летают мы туда сходим а сколько у нас вообще перегарпить татара тата тата серьезно у меня уже так много перьев пойдем 12 это фигня полную я принес перья добре великолепное качество то что нужно я заплачу за каждое хочешь заработать больше принеси мне еще еще перьев гарпитова круги совсем мало осталось к чему это ты ну как сырье заканчивается цена растет и на сколько полтора раза да ты шутишь откуда у меня столько денег так ты сказал это работа для ведьмака так что или соглашайся на мою цену или ищи другого специалиста по гарпием будь по твоему я заплачу больше 60 ты вообще в край охренел шу дядя охренеть не ну у нас меч крутой принципе сколько не гарпия не заспавнится это фигня конечно же 2 629 так блин это нихрена себе чуть ли не 60 гарпий нам надо завалить или 40 это капец же так медальон говорит то что здесь короче харпить дохренище будет что такое промахнулся так адреналин шкала запу неужели она заполнена но неужели охренеть красиво только ну блин а гарпи ты реально заканчиваются дядь не но может соберемся движет по 2 по 2 даже это гены у нас так и там внизу еще что нет так сколько мы с тобой собрали как бы хотел вот чтобы тут было это но нет 22 ну в принципе уже хорошо быстро их валим все круто единственное только надо вот их находить кстати тут какой-то проход интересный похоже так может еще там прилетят а еще добре уже хорошо давайте чтоб побольше вас было тут я вот карпио одну сюда вот ну это такое а вот это вот уже интересненько нужен ключ вот что там блин есть я даже не знаю но это по моему по пути вот как раз если идти краснолюдов ну сундучок то ё-моё ну как нужен гнездо короче как мы с тобой делаем здесь надо наверно просто подождать и опять они заспавнятся думаю как то так реально гарпит нифига тут нет больше очень странный мужик а как будто он сам не может этих гарпит куда путь держишь так медитация и вот сейчас мы с тобой ожидание у нас два таланта но чуть попозже давай подождите мужик да неплохо и короче он поспать хотел но мы преградили ему путь так учас интересно не по факту можно как еще сделать ребят как я знаю ооо нормаально добре но они еще и дуть дуть и дуть как у хрена не идут вы что курицы блин так не понял а тут то мы все этот камень так подсвечиваются интересно интересно чё-то с камень подсвечивается не просто так это все у нас тоже какая-то фигня ну сейчас дофига будет акции по очереди то все и там в руке было вы заколебали давайте сюда побыстрее просто так долго идете чуть капец какой-то ну ведьмак подбирай блин уже нет там это крыса летит давайте все вместе вперед я просто боюсь что крылья эти пропадут сейчас если я далеко уйду капец страшно то вроде не пропадают я полюбасу наверное все уже перья выбил ну все давай ведьмак забираем усю вот казалось бы этот чудак там для чего ему переда он перепродает их либо тоже чё-то хитрит хочет например компонент нифига блин трофей гарпия броня плюс 4 у нас урон 3 здоровья не так 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 перья 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 гарпий 50 чуть-чуть не хватает так вот казалось бы может он тоже там ему нужны перья как вот чтоб скрафтить вот это серебряный меч нифига пацаны нифига зелень это что такое вообще на заднем плане с жопой стоит блин взять откуда у него вообще деньги если честно откуда у него реально есть деньги почему он здесь живет что за бред здесь жить с гарпиями это он ведь это вообще чокнуться можно так а стоп они не прилетают ой погоди что-то не по плану что-то у нас ребятки ну-ка может сейчас нормально все будет блин ну мы тут видишь прямо здесь нет далеко я не хочу идти если ничего не хотят спавниться сколько мы времени с тобой уже просрали на это боже а во стоп 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 стопы нет это ворон а почему тогда показывают показывают вот смотри красная точка на мини карте как будто там кто-то есть вороны бедные курочки там ну я надеюсь сейчас то появятся они давайте гарпии блин реально нету прикинь нам еще где-то 10 гарпий надо найти может они где-то в другом месте я вот не помню я просто первый раз ты тут был я здесь и на фарме либо у меня уже там были ооо ну наконец-то ля заставились отлично ну видишь как тут все оказывается ну четверых не хватит видишь по два перышка что вот с теми камнями не так что с ними надо сделать ну видно что да давайте прилетайте о нет боятся моего клинучка стрика ну еще пожалуйста пожалуйста мне надо еще пару крыльев перьев по факту можно с одной все это содрать о нормально ёпт твою мать я столько не просил офигеть ребят капец я столько не просил правда ну все мы собрали с тобой перышки перышки все давай быстро 237 так перья 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 67 ну это вообще дохренища ёкарный бабай медальон дернулся нет 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 только не это не нахрен все место только не надо пошли в жопу мне правда больше не надо все хорош хоррэ слишком до хрена все да ёпт уже слишком много стало сука их очень много стало ведьмак беги мужичок не ты мужик да неплохо и сразу видно прошли мужичок у меня нету блин это будет до бесконечности продолжаться понять все все на гарпе вот тебе перья как за но наконец-то добрая работа держи деньги признаюсь у меня еще не было такого странного задания и это еще не конец я тебя выслушаю хотя у меня дурные предчувствия мне нужно еще несколько перьев тебе или тому коллекционеру ему конечно ему как то странно почему ты не сказал сразу сколько перьев приносить я я не знал качество товара так что теперь мне нужно еще несколько перьев я дотяну деньжат решайся я подумаю как он заколебал еще восемь перьев у меня они есть у меня они есть я принес еще добрый я посмотрю и выберу лучшие вот твоя плата и небольшая премия а что мне делать с оставшимися перьями да что хочешь мне они ни к чему бывай охренеть он нормально заплатил кстати 300 этих все заглянуть к эльтону попозже то есть мы просто сейчас ребята ожидание ну-ка дядь нет еще нормально все тут ребята я просто знаю что нас ждет там может ты еще не знаешь но поверь мне сейчас ты охренеешь как пакма ну-ка сейчас то можно заглянуть ёптвоём ты прекрасна моя королева моя пани ты великолепна все гнезда завидует тебе мне не нужно это перо если хочешь бери а что для этого времени погода хорошая факт обычно бывает хладнее магия должно быть сделали потеплее да да они все экспериментируют изменяют мир ничьим добрым это не кончится даже думать об этом не хочу ах все-таки возьми это перо мне оно не нужно спасибо дякую мне тоже ты хотел сказать оно не нужно этому коллекционеру да да ему интересно зачем может понадобиться такое точное число перьев ну может у коллекционера остались пустые страницы в альбоме для перьев и что это же очень недобро похоже я ничего не понимаю в коллекциях капец он накрасил еще ногти куда путь зажишь это просто жесть если че я не понимаю в чем прикол конечно вот это вот но у каждого свои странности короче ладно пойдемте отсюда вот нафиг наконец-то уже довыполним символ ненависти где-то он должен быть здесь я так понимаю символ ненависти а как же нам туда пройти погоди тут как-то прям как-то странновато а вот вот оно что Михалыч прям недалеко тут кстати тут такая блин штука дверь открыта лего это зналя Куда идти, блин? Не, ну я на миникарту могу смотреть Нормально будет Вроде бы Ё-моё Не, ну у нас меч очень хороший Очень хороший Капец Может выпить зелье, ребята? Чтоб видеть в темноте У меня по-моему такое было Сейчас посмотрим, ребят, просто это ненормально Так, эликсир Чайка Ласточка, кошка, вот Давай выпиваем, потому что я так не могу Здесь поможет Да, помог Так, вот теперь мы с тобой видим Хотя бы И мне надо посмотреть вообще Как идти-то, блин Тут какая-то 6 Вот видишь, мы куда пришли, блин? В жопу какую-то Ну реально, блин Куда мы с тобой пришли-то? Так, вроде правильно иду Да на маленького-то Ё-моё Сдал всё он тебе Блин, как тут проходить Да ё-моё Блин Блин Я уже запутал, пацаны А ещё и гнильцы Самое нехорошее дело Но нам походу сюда Самое интересное Вот эти вот Тоннели О, там кто-то сражается Ох, ё-моё Доброе Доброе Он и золото Не саски Так Солтан Ты же должен был Принести меч Не вышло, Геральт Это была не лучшая мысль, ведьмак Краснолюда не умеет улгать А этот Особенно Ты уже всё знаешь? Да Тебе нужно оружие, чтобы снять проклятие с Хенсельта И освободить души павших Госпожа, я знаю, что вы ведёте войну Но это проклятие угрожает также и Вергену Призрачной мглой невозможно управлять Не объясняй мне Я знаю Я дам тебе меч Просто так? Да Я рада, что могу тебе помочь И благодарю тебя от имени жителей Вергена Души их близких заслужили покой Спасибо тебе и удачи Прощай, Зелтан Не дай себя убить Ты тоже, старый прыщ Может, и свидимся ещё Саски Я забыл кое о чём Хочет с кем-нибудь перекинуться в кости Ты бы видел, какие удивительные сокровища он носит в рюкзаке И всё это он выиграл Посмотрим, какой он игрок Будьте здоровы Так, вернуться на поверхность, конечно Остаться, блин Спасибо за суперпредложение, конечно Ой, блин, вообще ничего не видно, ребят Ладно, на этом мы с тобой закончим Надеюсь, тебе понравилась серия Блин, она была прикольная Задание странное было ещё На этом всё Бай-бай, дорогой братишка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!